Какой гость, такой и прием. Участника Великой Отечественной войны Павла Сюткина встречают громкими аплодисментами. Он почетный и самый желанный гость в 14-й школе. Пример для каждого, говорят школьники. Павел Сюткин любил акробатику и даже мечтал стать цирковым артистом. Но ушел на фронт добровольцем в 42-м и прошел путь от Брянщины до Восточной Пруссии. Пять раз горел в бронемашине, пережил ранения и контузию. Его оберегала судьба. Столько, сколько он выживал на полях боев, наверное, выживали единицы. Павел Павлович, можно его назвать иконой доблести и чести и любви к родине, патриотизма. Павел Сюткин – герой России, хотя звание получил за защиту Советского Союза. Звание Героя СССР Сюткину должны были присвоить еще в 45-м, но из-за ошибки в документах это случилось лишь в 2008-м. Сегодня Сюткину 97, но он также, как и в 40-е, на переднем крае борьбы. Но уже за сердца и умы молодого поколения ветеран активно занимается патриотическим воспитанием. Вы – то поколение, на которое мы надеемся. И, уходя из жизни, и даже сейчас, знаем, что за нами растет новое поколение, и которое, если надо, защитит нашу войну так, как мы защищали его великие отецы. Павел Сюткин – частый гость в 14-й школе. Его здесь всегда ждут с нетерпением, особенно ученики 7-го А, который с гордостью носит его имя. Они с ним знакомы, они с ним растут, они успели от него набраться того позитива, юмора и ответственности, в то же время доблести и чести, которая им нужна. Это те моменты, с которыми они входят в жизнь. А еще ученики этой школы одними из первых в Центральном районе примкнули к рядам юно-армейцев. Словом, патриотическому воспитанию здесь уделяют большое внимание. Действительно, в наше время дети не ценят воспоминания, многие не знают, что произошло в то страшное время. И это движение действительно должно существовать. И для меня, на самом деле, большая честь, что я вступила в него. К сожалению, сейчас происходит фальсификация истории, многие пытаются менять. А на примерах героев, на примерах ветеранов можно прочувствовать именно всю эту атмосферу, все эти события, переживания. У войны нет срока давности. Стоит забыть уроки истории, и она снова может прийти в каждый дом, считают школьники. А получить уроки истории от участников войны – это бесценно. Именно такие занятия остаются в памяти и уже никогда не будут забыты.